Она родилась в селе под Казанью в 1915-м, до революции в Царской России. После школы поступила в педагогический институт, вышла замуж. В 42-м молодую семью с маленькой дочкой на руках эвакуировали в Куйбышев. В годы войны Анна Михайловна Галатон работала в госпитале и занималась воспитанием детей. Своих, чужих, всех, кто оказался без родителей. Кормили все, пищу какую добывали ночью. Ночью, дети спят, мы лазим по полям, чтобы пищем картошку. Много осталось на полях. Очень неубранной много было. Картошка, морковка, свекла. Вот это нас спасало. Мы питались только ей. После войны в 45-м Анна Галатон устроилась в детский сад воспитателем и до самой пенсии не меняла место работы. Свой вековой юбилей Анна Михайловна встречает вместе с семьей. Двое детей, трое внуков, четверо правнуков. Самому старшему уже 18. Не ровен час. Про прабабушкой скоро стану, шутит именинница. Поздравить ветерана Великой Отечественной пришли представители городского департамента соцзащиты. Даже я поражена, насколько здраво рассуждает, мыслит. Очень хорошо все помнит. И как нам внучка сказала, что даже наизусть помнит номера сотовых телефонов. И вот сейчас она мне рассказывала, показывала ей комнату, рассказывала, где у нее что стоит. Она каждую мелочь знает, она помнит. Поздравительный адрес от департамента, подарки, цветы, конечно, приятно, говорит Анна Михайловна. Но куда важнее внимание. То, что не забыли, то, что пришли. Человеческое общение. Дорогого стоит. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События.